МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Переход убийца. За последние несколько месяцев на пешеходном переходе на улице Университетская сбили несколько человек. 13 ноября здесь пострадала 17-летняя студентка. Скорую медицинскую помощь теперь можно вызвать, нажав тревожную кнопку на смартфоне, а также дистанционно записаться к врачу. Акиму области Ирлану Гушанову продемонстрировали возможности комплексной медицинской информационной системы. Около 10 тысяч правонарушений выявлено с начала действия оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Сотрудники местной полицейской службы намерены посетить каждую квартиру, каждый частный дом. И в начале о происшествиях. Пешеходный переход на улице Университетская по праву заслужил звание самого опасного в городе. За последние месяцы здесь уже несколько раз сбивали людей. Весной на пешеходном переходе погибла девушка, 19 октября был сбит мужчина, а вот 13 ноября очередная жертва. За последние месяцы на пешеходном переходе на улице Университетская несколько раз сбивали людей. Последний наезд на пешехода был совершен недавно, 19 октября. Мужчина, 1984 года рождения, был госпитализирован. Ранее здесь же была насмерть сбита девушка. 13 ноября на злополучном пешеходном переходе снова сбили человека. Пострадала 17-летняя карагандинка. К счастью, она осталась жива. 13 ноября около 7 часов вечера 54-летняя женщина-водитель с автомашином Рейна Сандеру совершил наезд на пешехода, 17-летнюю девушку, которая от полученных травм госпитализирована. На сегодняшний день по данному факту в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610, часть 2, кодекс об административных правонарушения Республики Казахстан. Стоит отметить, что этот пешеходный переход давно уже пользуется дурной славой. По мнению местных жителей, особую опасность представляют большегрузные автомашины. К тому же здесь расположено общежитие Государственного университета. Карагандинцы говорят о необходимости установки светофора. Конечно нужно, потому что много студентов живут в общежитии и прочие люди. Им же нужно нормально пройти, спокойно, не бояться за свою жизнь. Конечно нужно. Несколько трагедий понадобилось для того, чтобы на проблему освещенности улицы университетской обратили внимание чиновники. Как сообщили в отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, здесь решили поменять освещение. Вместо ламп накаливания будут установлены светодиодные светильники. Чиновники заявляют, что это улучшит визуальное восприятие и гарантирует безопасность. Андрей Тенц, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде полностью выгорела трехкомнатная квартира. 13 ноября вечером в доме номер 31 на проспекте Бухаржарау произошел пожар в квартире на пятом этаже. Очевидцы сняли видео о том, как из квартиры на пятом этаже соседнего дома валит густой черный дым. Горела трехкомнатная квартира. Из подъезда было эвакуировано 7 человек. Спасено 2 жителя дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – электротехническая. Получается, трехкомнатная квартира выгорела полностью. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Силами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ составит 9 единиц техники и 2 человека личного состава. Было спасено 2 человека и эвакуировано 7 человек. Предварительная версия пожара электротехническая рассматривается версия оставления электронагревательных приборов без просмотра. Теперь скорую помощь можно вызвать одним нажатием тревожной кнопки, а записаться к врачу дистанционно. Эти и другие возможности комплексной медицинской информационной системы продемонстрировали сотрудники ситуационного центра. В минувший понедельник с визитом в Управление здравоохранения побывал Акимобласти Ирлан Кушанов. Пилотный проект комплексной медицинской информационной системы стартовал в 2014 году. На сегодняшний день к ней подключены все медицинские учреждения области. Для удобства граждан разработано приложение, через которое они смогут записаться на прием к врачу, продлить рецепт, а также оценить качество предоставляемых услуг по пятибальной шкале. Если кто-то ежедневно прижим, амбонитудит и контролирует, получается, вот ситуационный центр, здесь пять сотрудников у нас. Эта информация, она меняется у нас ежечасно. То есть она живая, она в оперативном режиме все меняется. Затем наш ситуационный центр в постоянном режиме находится на связи с нашими организациями. То есть где-то зашкаливает что-то. Потом каждую неделю по пятницам они делают свод и приносят мне аналитику для того, чтобы мы потом проводили встречи с нашими организациями. Где-то мы могли в оперативном режиме откорректировать работу. Здесь же уже видно, где проблема, нам надо уже вмешиваться. Так точно. Руководитель ситуационного центра Евгений Щербов подробно рассказал о том, какую роль выполняют сотрудники центра. Пока люди познают все тонкости пользования приложением, специалисты ситуационного центра отслеживают действия каждого врача и на основе полученных данных составляют еженедельный рейтинг. Одним из поводов для гордости служит собственная разработка сотрудников – флюоротека. В ней собраны результаты флюорографии. Отныне чтение снимков может проходить дистанционно. Это значительно сокращает время пребывания в поликлиниках. Мы предоставляем инструменты, которые помогают врачам, организаторам здравоохранения оптимизировать свою работу, сделать ее более эффективной, решать большинство вопросов коммуникации не ногами пациента, а при помощи средств информационных систем. Благодаря инновационному проекту в следующем году все медицинские учреждения области смогут перейти на безбумажное ведение медицинской документации. Похвально и то, что из 13 регионов, в которых представлена данная система, Карагандинская область первая осуществила ее работу в штатном режиме. Когда комплексная медицинская информационная система будет функционировать во всех точках страны, врачи с более высокой квалификацией смогут дистанционно консультировать своих коллег. Тохжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Сотрудники местной полицейской службы посещают квартиры и дома граждан. Интерес стражей порядка составляют неблагополучные семьи, а также условия хранения оружия. Отмечается, что с 10 сентября уже выявлено и пресечено около 10 тысяч правонарушений. Здравствуйте, участковый ОГНИ. Сейчас проводятся оперативно-профилактические мероприятия, то есть проверяем владельцы гражданского оружия. Житель города Сарань, 60-летний Юрий Иванович Ольховик, охотник со стажем, свое охотничье ружье хранит как положено в металлическом шкафу с сигнализацией. К подобным визитам полицейских относятся положительно. Юрий Иванович заявляет, что это дисциплинирует. Основная задача оперативно-профилактического мероприятия «Участок» – посетить как можно больше, а в идеале все – квартиры и частные дома. Познакомиться с жильцами, справиться о ситуации во дворе. В отделе внутренних дел Саранье отмечают, что местные жители охотно идут на контакт с участковыми. Например, при проверке съемных квартир, там у нас их, например, по городу Саранье 45, выявлено было дополнительно еще пять квартир. При этом мы узнаем сигналы от населения в рамках соседского присмотра. Очень много помощи жителям было окажено, что в бытовой сфере, что по выявлению правонарушений на административных участках. И самое главное, такие мероприятия помогают снизить количество преступлений и правонарушений, заявляют полицейские. В результате этих ОПМ можно сказать, что у нас недопущено просто преступлений в общественных местах, снизилось количество преступлений, повторных преступлений, то есть рецидивной преступности. Есть много результатов. Также проводится по безопасности дорожного движения, акции, раздаются буклеты. Позволило это снизить на 42% количество дорожно-транспортных происшествий. Местные полицейские в Саране работают в тесном сотрудничестве с депутатами Маслехата. Решаются вопросы асфальтирования дорог, восстановления уличного освещения. Это также способствует снижению количества правонарушений и уменьшению дорожного травматизма. Идет постоянная работа между городским Маслехатом и местной полицейской службой, и в плане дисциплины на дорогах, и в плане уменьшения бытовой безопасности, нулевой терпимости к мелким правонарушениям. В общем. Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» стартовало 10 сентября и продлится до 1 декабря. В Департаменте внутренних дел Карагандинской области рассчитывают на хорошие результаты. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. За последние 10 лет количество больных с сахарным диабетом в Карагандинской области выросло в два раза. Такие данные приводят медики. Сегодня диабет входит в тройку заболеваний, от которых чаще всего умирают люди. 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Специалисты Карагандинского центра здорового образа жизни организовали информационную акцию в одном из торговых домов города. Сахарный диабет в Казахстане введен в ранг социально значимых заболеваний, требующих системного решения и мер государственного реагирования. Численность лиц с диабетом растет с каждым годом. Борьба с этим заболеванием ведется различными учреждениями. Организатором сегодняшней акции выступил Центр здорового образа жизни «Джио Трейд». Содействие оказали сотрудники Департамента охраны общественного здоровья и городского центра первичной медико-санитарной помощи. Сахарный диабет называют болезнью проблемы всех народов и возрастов. Это связано с тем, что сейчас болезнь очень быстро прогрессирует, растет и у нее очень высокий процент инвалидизации уже трудосомолособного возраста и высокосмертность. Если по данным Всемирной организации здравоохранения в 2014 году у нас было представлено где-то 420 с лишним миллионов людей, которые заболели диабетом, то они рассчитали, что уже к 30-м году будет почти 500 миллионов людей страдать этим заболеванием. В роли волонтера выступили студенты медицинского колледжа. Студентка 4-го курса Агирима Шигбаева отмечает. Участвовать в акции ее побудило желание проинформировать граждан. Как будущий медик она осознает всю серьезность заболевания. У нас, получается, проходила практика в колледже и преподаватель сказала, что завтра, вернее сегодня уже будет проходить акция в честь здорового образа жизни. И сказала, желающие могут поучаствовать в этом. И, получается, я решила согласиться на это, потому что это как вклад в защиту здоровья, как медицинский работник в будущее. Больным сахарным диабетом желательно измерять уровень сахара в крови 2-3 раза в сутки. Желательно намного чаще. Сделать это в домашних условиях можно с помощью прибора, который называется глюкометр. В ходе акции более сотни людей измерили уровень сахара в крови. Организаторы рассказывают, данная инициатива тепло встречается с жителями города. Ежегодно, 14 ноября, медики проводят разъяснительную работу. Органицы очень положительно реагируют на проводимые такие акции, потому что не у всех всегда есть время пойти в поликлинику. Я думаю, сегодня мы выявим у тех людей, кто даже и не знал, что у него повышен сахар. И думаю, мы сегодня выявим данные случаи. И дальше направим на обследование эндогринолога с последующим лечением. Специалисты отмечают, болезнь не имеет негативного влияния на здоровье, если контролировать уровень сахара и предотвращать набор веса. Доказано, что простые меры по изменению образа жизни, такие как регулярная физическая нагрузка и здоровый рацион, помогут предотвратить или отсрочить диабет. Тухжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Командующий региональным командованием Урталых Национальной гвардии Республики Казахстан, генерал-майор Иркан Бутаканов стал обладателем премии «Алтынадан» «Человек года» в номинации на службе Отечеству. Награждение состоялось 13 ноября в Алматы. Весь год в рамках исследования общественного мнения определялись имена казахстанцев, чей труд, самоотверженность, героизм, таланты и душевная щедрость сделали их подлинным достоянием стран. Под руководством командующего региональным командованием Урталых Национальной гвардии генерал-майора Иркана Бутаканова осуществляются мероприятия по совершенствованию войск в условиях реализации задач третьей модернизации Казахстана. Это, несомненно, будет способствовать улучшению человеческого капитала, обучению воинов, воспитанию в них нового казахстанского патриотизма. Об этом заявляют коллеги генерал-майора. И сегодня личный состав регионального командования Урталых с честью выполняют все возложенные на них служебно-боевые задачи. Фестиваль «Человек года. Выбор года» имеет международный статус и проходит в СНГ в пяти странах. Ежегодно результаты проекта подвергаются официальному аудиту. Миссия и кредо проекта – гордый патриотизм и искренняя любовь к родине. Премия «Алтынадам» вручается бесплатно и не имеет денежного сопровождения. Ее единственный эквивалент – уважение и признательность общества и народа Казахстана, заявляют организаторы. Команда Карагандинского детского дома «Танкшолпан» приняла участие в международном этапе соревнований по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». Турнир проходил в Москве в крытом манеже футбольного клуба «Локомотив». В соревновании приняли участие 11 команд из 10 стран мира. Карагандинские юные футболисты заняли пятое место. Воспитанники Карагандинского детского дома «Танкшолпан» впервые стали участниками международного соревнования. Стоит отметить, что этим летом юные футболисты выиграли республиканский чемпионат под названием «Навстречу мечте», где главный приз – визит в английский футбольный клуб «Челси». В нынешних соревнованиях участвовал 11 команд из 10 стран мира. Карагандинские спортсмены вошли в старшую возрастную группу. По итогам игр на первом месте оказалась команда Пакистана, на втором – Россия, на третьем – Беларусь. Команда «Танкшолпан» на пятом месте. Однако ребята не отчаялись, а лишь укрепились с целью показать лучший результат в последующих турнирах. Стоит также отметить, что турнир организован впервые в этом году и стал тестовым испытанием в преддверии чемпионата мира по футболу среди детей-сирот, который пройдет в Москве в мае 2018 года. Соревнования «Будущее зависит от тебя» являются самым масштабным проектом для физического развития детей-сирот и содействия их семейному устройству и социализации. Марат Такишев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Коммунальное предприятие «Караганды-СУ» 15 ноября намерено произвести работы по воду в эксплуатации участка магистрального водовода. В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды в некоторые районы Караганды. В частности, в дома, расположенные на улицах Ермекова, Пичугина, Пассажирская, Тимирязева, Комиссарова, Можайского, Ерубаева, Новостелов, Бакинская, проспекты Бухар-Жирау и Нуркена-Абдирова. Потребителям рекомендуют иметь суточный запас питьевой воды. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауполкстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова